МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии. Олег Степанюк, здравствуйте. Вопросы оптимизации структуры и штатной численности Академии наук, а также планы по ее развитию обсуждались сегодня на рабочей встрече главы государства с председателем Президиума Национальной Академии наук Владимиром Гусаковым. О реформировании говорили уже не раз. Сегодня президент интересовала, что сделано в этом направлении и как идет оптимизация. Речь на рабочей встрече зашла и о перспективах Академии наук. Особенно важно эффективно использовать результаты исследовательской деятельности для создания конкурентоспособной продукции. Сейчас уже определено более десятка приоритетных научных направлений. Среди них био- и нанотехнологии, энергетика. Уже сегодня белорусские хлеборобы преодолеют 7-миллионный намолот зерна. Работы в поле близки к завершению в Брестской и Гомельской областях. Всего по стране осталось убрать порядка 15% площадей. Самый большой воловой сбор хлеба в Брестской, Гродненской и Минской областях. В Центральном регионе в амбарах уже более миллиона 700 тонн зерна. На Ветевщине урожайность выше прошлогодней. Здесь предстоит убрать еще 40% площадей. Дисциплина и порядок. В Могилеве рассмотрели итоги действия директивы номер один. Присутствующая на совещании министра информации Республики Беларусь отметила, что документ сыграл свою положительную роль в обеспечении общественной безопасности. Значительно снизилось количество происшествий, связанных с производственным травматизмом. Однако все усилия нанимателей тщетны, если у работников отсутствует личная ответственность за свою жизнь и здоровье. Нужно, чтобы люди понимали, мы должны все вместе укреплять порядок в нашем белорусском доме. Обращаются граждане и в средства массовой информации. Мы эту работу не только должны подсвечивать, мы должны чувствовать и видеть, чем живет каждый человек, какие у него заботы и нужды, и как сегодня власть решает вопросы граждан. Число жертв техногенной катастрофы в Китае растет. Два взрыва прогремели с разницей буквально в 30 секунд. Столб огня был виден даже из космоса. Спасатели продолжают работу на месте трагедии. Она произошла в промышленной зоне Тяньцзиня. Под завалами все еще могут находиться люди. До сих пор неизвестна судьба около трех десятков человек. Число жертв неумолимо растет. По последним данным, ЧП унесло жизни по меньшей мере 44 человек. Еще более 500 получили травмы различной степени тяжести. Причины трагедии пока неизвестны. Эксперты опасаются, что происшествие может обернуться настоящей техногенной катастрофой. В помещении, где произошли взрывы, находились токсичные вещества. Трагедию в Тяньцзине уже назвали самым крупным неядерным взрывом в истории человечества. Крупное ДТП неподалеку от столицы Армении. На трассе Ереван-Мегри грузовик с иранскими номерами врезался в семь легковых автомобилей. В результате столкновения несколько машин сгорело. Сообщается о гибели по меньшей мере одного человека. Еще около десятка получили различные ранения. Состояние нескольких из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Для оказания помощи пострадавшим в местные больницы направлены дополнительные бригады врачей. Полиция выясняет все подробности аварии. Неизвестны пока и причины ДТП. Евросоюз не справляется с потоком нелегальных мигрантов из стран третьего мира. Уже несколько суток более тысячи беженцев из Африки и Ближнего Востока находятся на греческом острове Кос. В ожидании документов и временного разрешения на пребывание в ЕС. Стихийный регистрационный пункт и заодно лагерь для мигрантов местные власти организовали на стадионе, где нет абсолютно никаких санитарных условий. Люди также жалуются на нехватку пищи и воды. Из-за этого обстановка на острове начинает накаляться. Переселенцы то и дело устраивают драки между собой, а также вступают в стычки с полицией. Правоохранителям уже несколько раз приходилось применять против нелегалов жесткие меры, в том числе следоточивый газ. Стражи порядка обеспокоены, что ситуация может выйти из-под контроля, и локальные стычки превратятся в массовые погромы. Итальянский регион Калабрио ходит под воду. Мощные ливни там привели к серьезному наводнению. Особенно пострадали города Рассана, Казенца и Карельяно. Там затоплены сотни домов. Бурные потоки воды валили деревья, размывали дороги и уносили в море десятки автомобилей. В городах парализовано дорожное движение и нарушено электроснабжение. Идет эвакуация населения. Так из отеля на побережье вывезли более 40 человек. Сейчас их осматривают медики. Информации о погибших, вострадавших, о стихийном обедстве пока нет. Многокилометровые пробки образовались в Японии в первый день летних каникул. Затор в 45 километров возник на трассе в префектуре Сайтама. Десятки тысяч автомобилей устремились из города на природу, устроив тем самым настоящий транспортный коллапс. Не лучшая ситуация на дорогах и в других регионах страны. Людям приходится часами сидеть в автомобилях, чтобы хоть немного продвинуться вперед. Дополнительные трудности создает и сильная жара, установившаяся в Японии. Ожидается, что похожая ситуация будет и в выходные дни, когда все отдыхающие начнут возвращаться домой. Отмечу, традиционный летний отпуск в Японии приурочен ко дню поминовения усопших и длится всего несколько дней. Екатерина Моисеенок, телекомпания СТВ. Ливень отменил вечерний киносеанс в Могилеве. После продолжительного зноя стихия разыгралась не на шутку. На здании кинотеатра ветром сорвало обшивку вентиляции. Потребовались восстановительные работы. В городе повреждены крыши еще нескольких строений. Повалены деревья, рекламные щиты искорежили семь автомобилей. На Могилев вылилась почти месячная норма осадков. Сегодня днем дожди ожидаются на большей части территории республики. Местами с грозами. Синоптики сменили красный уровень опасности на оранжевый. Жара идет на спад. Лишь по юго-востоку ожидаются до 35 градусов. Там дождей не было с конца июля. В Брестском районе установился самый высокий пятый класс пожарной опасности в лесах. День добра. А в Гомеле прошли десятки благотворительных акций, которые приурочили к Международному дню молодежи. Центральным событием стал благотворительный концерт и акция «Выбирай бай». Александр Добрьян продолжит. Дебаты о волонтерстве – первый для Гомельщины опыт в рамках глобального молодежного проекта «Выбирай точка бай». В рамках этого дебат-клуба ранее уже обсуждались такие острые проблемы, как строительство белорусской АЭС и выборы президента страны. Гомельчанам же досталось прикладное применение философского вопроса о добре в жизни человека. Волонтерство в Республике Беларусь – это дань моде или внутренняя потребность нашей молодежи? Судя по росту численности волонтерского движения, своеобразная мода на добрые дела в Беларуси в последние годы действительно появилась. Однако, возможно и то, что люди просто стали больше говорить о том, что делают. Одев майку волонтера, он уже гордо бьет себя в грудь, что я волонтер. Ведь в большинстве мы не видим настоящих волонтеров, мы не слышим о них. Они не освещают свою деятельность, они не говорят об этом, они не кричат об этом в интернете, они делают это по зову сердца. Волонтерское движение в стране сегодня достигло того уровня, когда его просто невозможно не замечать. В ходе дебатов даже предложили урегулировать некоторые моменты волонтерства законодательно. Ясно, что вместить стремление к добру в рамки указа или декрета не получится, но изменить некоторые подходы к делу вполне реально. Если выйдет документ, который будет разрешать не платить налог на эту сумму помощи, вот это, наверное, будет такое хорошее, лояльное решение. Закон о волонтерстве – дело будущего. А уже сегодня белорусские волонтеры получили свои первые реальные документы. Своеобразным досье добрых дел станет личная книжка волонтера. В документ заносятся выполненные проекты. Первым в стране документ получил гомельский студент Сергей Петрушенко. Его отряд занимается организацией досуга в детских учреждениях. После этого провел с ними несколько дней. Ты даешь прощальный концерт, и тебе весь зал этот детский хохот, детский смех. Вот эти детские крики, они кричат тебе, радуют за тебя. И ты вместе с ними стоишь на сцене, поешь эту песню, и у тебя прям ком к горлу подходит. Чуть-чуть не слезать еще. То есть это вот настолько... Эти ощущения не передать, их нужно почувствовать. В ближайшие недели белорусская молодежь планирует активно дискуссировать в рамках проекта «Выбор.бай». В сентябре представители всех областей примут участие в финале. Алексей Волков, Александр Добриян, Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомель. Разноцветное потомство. У белой бенгальской тигрицы в зоопарке Бали родились малыши. Причем девочка белого окраса, а мальчик рыжего. Десятидневных тигрят показали публике, хотя за ними все еще наблюдают ветеринары. Имена детенышам пока не придумали. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 16.30. Всего доброго и до встречи.